9 мая, Мариуполь. Нацгвардия открыла стрельбу по мирным жителям. Владислав Александрович не выпускает из рук видеокамеру. Это был его первый рабочий день. Не по трудовой книжке, на вольных хлебах. 19-летний студент из Донецка – стример, проще народный журналист. Уже почти неделю он показывает в прямом эфире, что происходит на юго-востоке Украины. Боялся, но когда я понял, что мне надо показать, что там есть по-настоящему боевая техника, и люди идут голыми руками на эту технику, на людей с автоматами, на нацгвардию и батальон Днепр, я должен был показать. Тем временем украинские телеканалы сообщали – в городе почти спокойно, а если стрельба и есть, то ведется она не по мирным жителям, а по террористам. Влад говорит, из-за такого искажения фактов киевскими СМИ и возникло стримерское движение. Таких, как он, в Донецке, Славянске, Краматорске и Мариуполе уже десятки. Трансляции добровольцев ежедневно используют российские телевизионщики. А вот украинцам Влад брать его стримы не рекомендует. 11 мая, когда был реперендум, взял стрим «112 канал» и показывал все в онлайн-режиме. Ну, подставлял свои слова, и я приготовил бумажечку «112 канал», самый продажный канал, и показал это в прямом эфире. Так они его, мало того, что мой стрим не выключили, так еще это показали на большом экране. Такой сюрприз Владислав устроил не случайно. В день референдума 112-й говорил, что на голосование в Мариуполе почти никто не явился. Хотя на участки вышел почти весь город. Только шивай на очереди. Не надо. Только шивай. Народные журналисты снимают фактически на чистом энтузиазме. Мариупольцы по возможности помогают. Таксисты стараются возить бесплатно. Хозяева жилья сдавать комнаты по дешевке. Правда, денег стримерам все равно не хватает. Помочь материальным можно, отправив деньги на один из электронных кошельков. Реквизиты сейчас на экране. Однако, помимо сторонников стримеров, есть и ярые противники. На нас везде, можно сказать, уже ведется охота. Со стороны и диванных войск, которые тоже нам шлют угрозы. За то, что мы показываем типа не то, что надо. 13 мая негатив Влад ощутил не только на словах, но и на деле. На него напали на улице. Ударили тяжелым предметом по голове. Сейчас у стримера все хорошо. Он в шутку называет себя бессмертным. Интернет-эксперт Антон Меркуров уверен, активисты зря столь сумоуверены. Хотя бы потому, что стримеры не защищены законом о СМИ. И снимают они скорее на уровне инстинктов. Чисто психологически намного интереснее всегда что-то снять, всегда что-то увидеть, всегда что-то кому-то показать. И на этой теме есть множество шуток. Там тонет человек, какую пленку выбрать, черно-белую или цветную. То есть, это инстинкт показать, увидеть. Стример Влад хоть и учится в университете на железнодорожниках, но не исключает, что мог бы стать профессиональным журналистом. Но точно и украинского телеканала. Наталья Бухмина, Алексей Казанников и Александр Матвеев. LifeNews. Редактор субтитров А.Семкин